Доктор биологических наук Тихоокеанской конференции Молодых ученых в Непале Расскажите об этом мероприятии О впечатлениях От достигнутого Делегация только приземлилась Но это было Два ребенка Один Богданов Роман Он из Нерингли Информационно-технологический лице Номер 24 И Андрей Петров Он из физико-технического лицея Имени Ларионова Они представляли интересные работы В области физики Один в частности по вопросам связи Роман Как сделать его лучше Его работы показали примерно на 40% Может быть усиление, улучшение Именно в пределах разрушенных Таких параметров По известной технологии А вот у Андрея Петрова У него по нано-спутникам Которые сейчас Начинают уже в мире запускаться Но в основном это, конечно, пока зарубежный опыт А вот наши якутские школьники Из физико-технического лицея Они уже ряд лет умеют это делать Но технологии, конечно, необходимо Чтобы была она с новыми материалами Это уже как бы своеобразный прототип Но который уже работает, показывает И это вызывает большой интерес В том числе в таких регионах, как Азия Это вообще была конференция Азиатская, Тихо-техьянская конференция Молодых ученых этого региона Это было 10 стран Было 230 участников И наши ребята завоевали Две золотые медали И вообще сказали, что это впервые В истории произошло И, конечно, нам очень приятно Что наши дети умеют так готовиться Поготавливаться Но это в целом та система Которая у нас в республике уже создана И, конечно, мы гордимся, что у нас такие дети есть Но все-таки это не предел Потому что главная цель Это подготовка международным интеллектуальным миграм Которые пройдут в 2018 году И по инициативе Егора Анатевича Борисова И республика очень сильно готовится к этому вопросу Малая академия наук в республике Сахайкоти Отвечает за подготовку команд, сборных И установить контактов с зарубежными партнерами и странами То есть это очень важное сейчас большое мероприятие И правительство уделяет большое внимание этому вопросу Действительно, у нас в республике очень много талантливых ребят Съездили на эту конференцию два человека Каким образом проходил отбор участников? Ну, вообще, конечно, это целая системная работа У нас есть и система Шаг в будущее И различные конференции, которые отправляются И по другой линии, не только Шаг в будущее В прошлом году Малая академия наук провела Такой усиленный закон конкурс по иностранным языкам И она специально искала детей с очень хорошим английским языком То есть это вот такой подход И вот в этом году уже это не первая поездка, не первая победа Дети республики, многие довольно неплохой такой состав И они как своеобразная некая конкуренция находят между собой Кто лучше знает английский Они отбираются и лучше рекомендуются дальше А дальше все зависит от отбора оргкомитетов Ну и даже прохождение этих этапов отборочных На конференции это тоже показывает их уровень То есть я считаю, что дети Якутии неплохо знают английский язык Это уже очень хорошо А вот, кстати говоря, конкуренция Какова она была, насколько велика? Ну, в принципе, у нас в республике только на... Заявок может быть сколько? Да, на республиканском уровне Одной шаг в будущее Не считая остальных проектов Больше 1200 участников То есть если посчитать еще районный, школьный уровень То гораздо больше Дальше они участвовали в различных федеральных конкурсах И в частности в Москве на шаг в будущее Тоже вот они участвовали Неплохо себя показали Это тоже одна из систем подготовки То есть в принципе конкуренция вот так постепенно И детей если настроить так, чтобы они системно работали Они достигают неплохих результатов Ну и конечно многое зависит не только от детей Но от школ, от руководителей, учителей, которые рядом От родителей, которые поддерживают Это очень большая система И очень хорошо, что у нас это все идет И довольно неплохо А давайте подробнее немножечко рассмотрим проекты ребят Что это были за проекты, да? Ну, как вы говорили там про Wi-Fi, да? Да, да Как долго разрабатывались эти идеи? Ну вот у Романа это минимум два года Он экспериментировал в разных точках Нерингри измерял Это все индикаторы, показатели Это было минимально два года И он просто завелся этой идеей Это мы сейчас про Wi-Fi говорим Да, это про Wi-Fi говорим Ну а по поводу Андрея Надо сказать, что это У ФТЛ есть большая такая группа Они уже много лет работают Уже лет 6-7, наверное И они постоянно регулярно Вот на этом направлении Это консат образовательный спутник Это составление уже кубсатов Более повышенных уровней И это целая своеобразная космическая маленькая школа Которая под руководством Романова Юрия Николаевича Это в лицее уже сформировалось И администрация очень сильно поддерживает В этом плане такое партнерство Между Малой Академией Наук ФТЛ и Октябрьским лицеем Она дает свои результаты Потому что они лучшие по аэрокосмической инженерии Это лучшие по образовательным спутникам Ну и, например, такие направления, как геоинформатика, геоматика Она тоже в этих организациях существует А какие перспективы теперь у этих проектов И, в частности, у этих ребят, которые стали победителями? Ну вот, как говорит Василий Климович Павлов Который их сопровождал в конференции Это ректор Малой Академии Наук Им вообще предложили поступать в лучшие вузы мира По крайней мере, предложили То есть это те профессора, которые уже учились в этих вузах Они называли там Стэнфорд Называли сучасетский, технологический Говорят, что вы достойны этих вузов И вы достойны представлять вашу великую страну И так далее Ну, не знаю, это все-таки сложнее гораздо Ну, английский у ребят получился на уровне, чтобы представить работу По поводу разговорного Жить, учиться Это второй вопрос Но я думаю, что уже один этот пример показывает всем детям республики Что, в принципе, потенциально можно этого достичь И, соответственно, последняя тоже есть у нас информация Что многих наших уже молодых специалистов Уже приглашают в вузы мирового уровня, чтобы они там обучались Поэтому я считаю, что это неплохая перспектива для очень многих людей А как ребята сами реагировали на такие предложения? Родители что говорили, может быть? Ну, пока у нас такой нет реакции Но вот руководители из Еринга, например Они просто рады, что Малая Академия Науки И вообще это фонд будущего поколения, который поддерживает эти мероприятия Что он поддержал, сделал Потому что 20 часов полета, 14 тысяч километров преодолеть Это же все через Москву Довольно сложно было И, конечно, они очень благодарны, что дети показали себя Что они вернулись с результатами И там был конкурс И впервые, как сказали, две золотые медали ушли в одну страну То есть они были признаны в числе лучших по постерной И потом было публичное выступление по совокупности И они получили эти медали То есть на многих конференциях так бывает Раздают медали там всем подряд Вот этого тут не было То есть это все-таки уровень И мы думаем, что они какой-то некий символ Показатель для всех остальных детей в республике А представителю жюри кто был? Насколько серьезная оценка была? Это Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Майлазия, Китай Это те организаторы, которые организовывают все конференции И это все уровень докторский Организаторы Азиатско-Тихоокеанской Олимпиады И люди из элитных школ тех стран Азиатско-Тихоокеанской Вообще идея международных интернеральных игр Соединить школьное сообщество Не страны, не государства, а сообщества Вот ФТЛ, чтобы он установил контакты с кем-то Чтобы не ингредиенты нашли контакты И они в дальнейшем уже работали Дружили уже с школами Это очень важно, потому что на уровне стран Это каждый раз новые школы, каждый раз новые люди И они заканчивают и уходят А вот сообщества, школы, это надолго То есть вот мы знаем по стране есть элитные школы Солнц, МГУ Миколмогорова, Новосибирский Солнц Московский химический лицей, Санкт-Петербург, Казань Они именно как сообщества существуют И они продуцируют каждый раз таланты И создают новую генерацию талантливой молодежи У нас в республике такие тоже есть школы И вот как раз часть из них Мы их и продвигаем сейчас на международный уровень А как проходит сейчас подготовка Якутии к международным интеллектуальным играм И сколько планируется участников наших? Ну вообще интеллектуальные игры Это очень многоплановое мероприятие Там не только конференции Там и выставки, там и классические олимпиады Там и этих акатон Там и 3D-моделирование И даже битва роботов И технологическое шоу И это очень большое разнообразное мероприятие Которые по планам, по заявкам Которые мы сейчас планируем Должны приехать больше 20 стран мира Не только азиатских, но и других Они проходят под патронатом Милсет Это всемирная организация Которая способствует работе школьников И ЮНЕСКО То есть мы думаем, что это будет более полторы тысячи участников Ну включая наших, республиканских, конечно И довольно большой процент будет иностранных гостей Которые уже изъявляют желание Пока еще неизвестно, сколько от республики будут участвовать От республики все зависит от количества иностранных участников Потому что в конкуренции столько сильными наши растут И вот это участие азиатской, тихянской конференции Тоже показывает, что лучше отправить немного, но зато качественный продукт Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста Насколько программа «Шаг в будущее» оправдывает себя при подготовке научных кадров? Ну, вообще-то, конечно, изначально вроде бы ставилась такая большая задача Чтобы была смена научной элиты и так далее Но на самом деле в науку приходят самыми разными путями И не только со школьной скамьи Но в целом мы знаем, что у нас в республике очень много людей прошло через систему Они у нас в республике, они к нам вернулись Они здесь работают, в том числе и в науке Многие, будучи еще студентами, участвовали в нашей программе Она была и студенческой Сейчас уже доктора, кандидаты наук Определенный процент существует Но говорить, что там 100% наша наука состоит из шагистов, это не стоит Ну, и в принципе, наша программа социальная Она должна, и она это делает Позволяет многим найти свое место в жизни Найти себя в дальнейшем высшем учебном заведении Даже в среднем профтехообразовании И они получают профессию Они социально востребованные люди общества Это очень важные и нужные люди В том числе сейчас работают в администрациях у главы нашей республики Это тоже очень приятно Благодарю вас за беседу Нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был доктор биологических наук Заведующий лабораторией Института биологии Якутского научного центра Михаил Чиросов Оставайтесь на нашем канале, и мы обязательно обсудим все самое важное Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова